спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы парк трехсотлетия петербурга неподалеку от станции метро беговая ограничен приморским проспектом приморским шоссе и яхтенной улице самый молодой и самый энергично развивающийся из больших петербургских парков ему максимально повезло с расположением рядом находятся самые знаковые достопримечательности современного не исторического петербурга госпром-арена лахта центр купол питерленда небоскребы в том числе башни атлантик сити шестое по высоте здания города здесь же популярный пляж финский залив яхт клуб и многое многое другое здесь же громадное количество больших спортивных объектов в том числе оригинальная круглая м1 арена предназначенная для единоборств все в пешей доступности пожалуй парку даже слишком повезло изначально в момент основания он был в два с лишним раза больше чем сейчас постепенно территория урезалась под застройку и под набережную для пляжа зеленая зона сильно сократилась это печально с другой стороны количество активностей просто поражает воображение со временем парк трехсотлетия должен стать частью единого супер развитого района от крестовского острова до окрестностей лахта центра пешеходный мост на крестовский уже есть там уже любят фотографироваться люди а далее планируются связки с новыми объектами в лахте это будет петербургский сити классический деловой и развлекательный центр мегаполиса с небоскребами и со всем тому подобным пока что парк остается излюбленным местом для летних фестивалей именно здесь проводятся самые шумные мероприятия включая знаменитый в кафе куда традиционно приезжают два десятка самых популярных молодежных шоуменов россии по идее парк трехсотлетия идеальное место для занятия бегом и для велотренировок прекрасные ухоженные дорожки метро рядом тележки с водой мороженым всегда под рукой ну и просто красивый пейзаж вокруг которого приятно бегать здесь действительно проводится много стартов например в июне состоялся приморский забег 2022 на дистанции от 1200 метров до 8 тысяч лишних здесь же проводятся тренировки уникального проекта марафон в темноте это регулярные забеги для незрячих людей объединяющие также волонтеров которые с ними работают единственный минус парка в спортивном плане это продолжение его же плюсов очень много людей и очень много мероприятий бывает банально тесто полно народа на местном скейт-споте главной спортивной гордости парков это уже не молодой скейтодром он существует около 15 лет пережил сложные времена пару лет назад объекты износились и были в плохом состоянии райдеры записывали видео в поддержку спотом среди прочих выступал чемпион россии по bmx павел терентьев объясняли что в этой коробке выросло целое поколение питерских экстремалов по итогу слухи о сносе не оправдались коробка стоит на своем месте а народу на ней нынешним жарким летом еще больше чем обычно этот скейт-парк не такой живописный как под мостом бетанкура но здесь очень высокие склоны и отличная зона для bmx периодически скейт-парк становится центром экстремальных фестивалей проходящих парке трехсотлетия например известного стрит-саммит где собраны практически все основные молодежные виды спорта от роллеров и самокатного экстрима до лазер тага и капоэры факторю салитетия не подойдет спортсменам любящим тренировки в уединении и тишине а еще он не для тех кто легко отвлекается потому что побочных факторов здесь просто не верно все остальные получат огромное удовольствие от тренировок и Продолжение следует...